Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Тоши Картошкина! Сегодня у нас третья, финальная часть второго этажа в доме школьника. Со мной также сегодня Шурмен. Всем привет! Вместе с ним мы должны достроить сегодня дом, уже начать утеплять его, сделать мебель и, в общем-то, его финальный такой вот вид сделать. Поэтому это финальная часть второго этажа, ребята. Давайте так, набираем 800 лайков и выходит 24 часа в доме школьника с Шурменом, где мы будем ночевать на втором этаже. Там готовить что-то будет очень круто. Поэтому 800 лайков, ребята, я вас верю. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Поставьте свой лайк, ну и, конечно же, напишите комментарий с идеей для дома. Ну а я, друзья, желаю вам приятного просмотра. Погнали! Ну что, пока не было видео, мы уже сделали вот такую вот дверь. Посмотрите на нее, как она гениально просто выглядит, очень красивая. Но непростая эта дверь, ребята. На ней есть замок. Просто гляньте, вот такой вот здоровый железный замок, который можно закрывать с ключом. Посмотрите, просто железный здоровый замок. Мне кажется, очень крутой. Давайте попробуем закрыть эту дверь, я вам все покажу. Вот так вот, хоп, вставляется замочек. И все, наша дверь закрыта. Посмотрите, все, ее уже невозможно открыть. Вот так вот она держится. Я вам говорил в предыдущей серии, что дверь у нас будет одна. Поэтому, можно сказать, хейтеры уже к нам в дом не смогут попасть. Давайте зайдем вовнутрь и покажу, как она закрывается оттуда. Заходим в наш дом. Вот такая вот дверь. В принципе, теперь можно тут в дом заходить, не наклоняясь. Вот так же она идеально закрывается. Еще нужно сюда приделать ручку, пока ее нет. Посмотрите, как устроен механец. В принципе, обычный замок. Здесь проделано вот такое вот отверстие, в которое у нас входит сам замок. Вот так вот это все работает. Так же можем отсюда. То есть, это прикольно. Можно, например, на ныре закрыться, и к тебе никто не сможет зайти. Ну, немножко в натяжечку нужно дверь делать. Зато она встает очень ровно. И так же вообще без проблем. В другую сторону только. Вот так вот, хоп. И можем закрывать. На два оборота можно, можно на один оборот. В принципе, как удобно. Вот. Ну, можно на один, на два. И все спокойно закрыто. Можно даже на нее опереться. Все очень-очень круто держится. Такой замок просто, мне кажется, крутой. Потому что он очень прост в эксплуатации. Не нужно там что-то крутить. Как-то вот этот замок, как мы раньше вставляли. Просто подошел, вот так крутанул, и уже закрыл. Так же можно спокойно открыть. И плюс этой двери то, что можно закрываться еще изнутри. Друзья, уже закрепили здесь вот так вот дверцу. Держится достаточно прикольно. Вот. В принципе, ровненько, идеально. Чтобы здесь уже не было прохода, а проход был только с одной стороны. Так, друзья, мы доделали дощечку. Вот посмотрите, какая она широкая, здоровая. Идеально держится. Вроде бы почти без щелей. Там чуть-чуть есть. Пеной заделаем уже в этом видео. Ну и сюда пустим вертикальные, по традиции. Мне сегодня буквально должны привезти саморезы. Поэтому сейчас пока эту стеночку оставим. И будем переходить на второй этаж. Делать уже ту самую стенку, которая будет рядом с балконом. Пока шурмен пилит доску, давайте я вам покажу, что хочу здесь делать. В принципе, в предыдущем видео я примерно все объяснил. Но для тех, кто его не видел, тоже если не видели, подскажечка наверху будет, посмотрите обязательно. Давайте я для них покажу. Вот здесь мы собираемся делать вот такую стеночку. Я у вас в комментариях спросил. Вы сказали, что да, прикольно будет под наклоном. Но перед этим, так как комнатка эта небольшая. Тут смотрите, две дощечки. Здесь одна. Я хочу сделать еще одну. Но здесь вот такой вот скатик. Видите, чуть-чуть вот она выпирает. Поэтому шурмен сейчас ее спиливает. Вот эта не совсем крепкая. Она ее окно держит. И стенку, если будет держать, может не выдержать. Вот. А вот эта широкая, толстая, очень хорошая. Сюда ее сейчас приделываем. И уже начинаем вот сюда вот делать стенку. Вот, посмотрите, ребята, как шурмен уже сделал. Смотрите, ребята. Гений просто, мне кажется, идеально получилось. Посмотрите, такой вот проемчик. И он вот сюда вот просто очень-очень круто встанет. Сейчас будем примерять и уже прибивать. Шурмен, кстати, к себе снимает бэкстейдж со съемок тоже после моего видео. Зайдите к нему, гляньте, что там. Вот это называется работа мастера. Так, ну что, друзья, посмотрите. В принципе, держится очень круто вот такая вот широкая доска. Теперь, мне кажется, гармонично выглядит вот это вот окошко. Потому что оно так между двух досок. Все, теперь залазим уже на второй этаж вместе с шурменом. Пилим дощечки. А, кстати, еще один стоп надо приделать. И уже начинаем вот так вот делать стеночку. Погнали! В общем, прошло пару часов. Пока шурмен отходил, я тут один работал. И посмотрите, что я сделал. Вот такая вот прикольная стеночка. Очень ровная. Мне кажется, прикольно выглядит. На маленькие гвоздики прибил. Мне сегодня привезут саморезы, я уже вам говорил. И тогда я приделаю покрепче. Но пока держится отлично. В принципе, очень круто, мне кажется, выглядит. И снутри вообще ни одной щелки. Вот, с этой стороны мы так сделали. И с другой тоже давайте вам покажу. Ну вот, оцените работу. Ну просто идеально. Тут еще такими досками специальными, которые скрепляются. И между них вообще нет щелей. Погнали на ту сторону, покажу, что там. С этой стороны посмотрите, как у нас получилось. Тоже прикольно. Ну, не так ровно, мне кажется, как с той стороны. Но тоже прикольненько выглядит. Еще вот здесь доделали щелку вот такой вот дощечкой. Вот. Ну и полностью, можно сказать, просто закрыли первый этаж. Остается у нас там небольшой проем на той стороне. Ну и там вот эти сверху штучки тоже хочу закрыть утеплением. Вот. Потому что они сквозные такие. Ну, вроде пока в них дождь не попадает. Но в любом случае, чтобы зимой снег не попадал, потому что снег, то он капец какой у нас тут на Урале. Вот. Нужно будет закрыть это все. Вот, ребята, посмотрите. Шурмен уже оценивает. Как тебе? Все круто. Вот. Особенно вот эта стеночка. Ну, она просто идеальна. Я постарался. Ну, вот эта чуть-чуть поменьше. Ну, тоже, в принципе. Тоже ровненько. Вот здесь вот тоже щелки маленькие максимально. Теперь эта комнатка готова. Вот. Вот про эту щель я говорил. Она вот осталась. И, в принципе, все. Остальные вот эти сверхние. Можно ее будет доделать и уже сюда возвращать понемногу вещи. Потому что у нас тут пока что никаких вещей нет. Давайте, ребята, покажу вам нашу стеночку. Посмотрите, как она выглядит. Просто очень круто, мне кажется. Я уже сижу на балкончике. Во-первых, на нее можно опереться вот так вот и смотреть в обе стороны. Балкон преобразился. Хорошим решением было то, что мы сделали балкон под наклоном. Потому что здесь места не очень мало. Если бы вот так было, прям чуть-чуть было. А так еще вот сюда выпирает. И на две стороны достаточно места для двоих человек. Можно спокойно сесть. Так что вот такая вот крутая стеночка. До конца не доделали. Давайте перейдем наверх и покажу, как она выглядит изнутри. Вот, ребята, посмотрите, как выглядит уже внутри стеночка. Мне кажется, прикольно. Стало эхо тут. Уже эхо. Нужно ставить мебель, чтобы его не было. Вот, но стеночка выглядит круто. Да, на ней, наверное, много щелей. Но это оставшиеся наши доски. Нам вот чуть-чуть не хватило. Не знаю, надо будет найти. Вот уже привезли утепление. Завтра с утра, наверное, начнем шурменом. Сначала доделаем вот эти стеночки. И начнем уже ставить утепление. Я думаю, нам его хватит. Еще два баллончика пены. Тоже будем все максимально утеплять. Чтобы здесь было тепло, конечно же. И можно было провести 24 часа. Уже круто. Можно здесь спать без ветра максимально. И уже второй этаж выглядит круто. Мне кажется, идеально, что мы сделали стеночку именно под наклоном. Здесь получилось много места. И в то же время на балконе тоже его немало. Так что как-то так. Уже наступил следующий день. Мы начали работать только вечером. Потому что были заняты весь день. Пока шурмен уже примеряет дощечку. В принципе, что нам осталось делать? Доделать вот эту стеночку. Она получилась прикольной достаточно. Я вам ее еще вчера показал. Вот. Ее сделаем. И уже начинаем делать утепление. Я приготовил уже, купил на донаты вот такие вот две пены. И вот такое вот утепление. Оно тут 15 метров. Достаточно толстое. Я думаю, нам его хватит. Такое же утепление, которое у нас было и на первом этаже. Потому что оно очень хорошо себя показало. Не пропускает никакой ветер. Сдерживает тепло. И мне кажется, оно подойдет нам и для второго этажа. И остатки. Я думаю, их будет много. Еще на первый пустим. Потому что там у нас где-то есть места, где его не было. Вот. Поэтому, в принципе, уже все готово. Пена, утепление. Осталось только доделать вот эту стеночку. Поставить уже дверь. Так что все. Не будем тянуть. Времени у нас мало осталось. Так что погнали. Так, друзья. Мы уже оперативно шурменом приделали вот стенку. Во-первых, доделали. Посмотрите. Сюда такую длинную огромную доску нашли. И там снизу маленькую. Все идеально. Можно сказать, стеночка закончена. Потому что вчера не успели закончить. И посмотрите, какую дверь мы уже приделали. Это та самая дверь с первого этажа. Вот она как выглядит. Все. Приделали ее на петли. Очень крепко. Такими здоровыми вот саморезами. Вот. Посмотрите. Она отлично открывается до самого конца. И также закрывается. Только единственное. Пока такая вот щелка. Нужно сюда принести дощечку. Вот так вот ее прибить сюда. Чтобы щели не было. И сверху тоже что-нибудь прибьем. А так, можно сказать, дверца готова. Можно будет спокойно выходить на второй этаж. И также закрывать ее. Тоже, я думаю, сделаем сюда замок. Потому что, кто знает этих хейтеров. Мне кажется, они могут спокойно сюда и залезть на крышу. Потому что я, допустим, и без лестницы могу на второй этаж залезть. Поэтому сюда надо будет потом замочек. Который у меня раньше стоял. Поставите сюда. Чтобы 100% в наш дом никто не залез. Так, друзья. Посмотрите, что у нас получилось. Просто очень ровненькие дощечки. Вот так вот все закрывается. Дверь, правильно, как сказал шурман, как в баре. Потому что, вот видите, она вот так открывается. Там, во-первых, сидит шурман. То есть закрываешь. И она чуть-чуть туда уходит. Но я думаю, какой-нибудь ступор поставим. Вот. Осталось приделать ручку, закрывашку. Ну, это такие вот более мелочи. Ну, а так, посмотрите, как прикольно мы приделали сверху. Вот такие вот пропилы сделали. Вот здесь дощечку тоже ровненько. Минимальные щели просто. Вот. Ну, и такая вот дверца. Очень красиво все выглядит. Мы решили за сегодня заделать уже все стены. Чтобы завтра с этим не париться. И уже с утра сделать просто утепление налегке. Поэтому сейчас нам что остается. Вот эта стеночка. Вот. Она просто единственное, что у нас осталось на первом этаже. Ищили. И можно сказать полностью. И первый, второй этаж будет доделан. Ну, опять-таки пару дощечек. Там, где щелки еще где-то остаются есть. Но вот это все основное. Думаю, завтра мы уже сделаем утепление. И уже завтра вернем все вещи на место. Все красивенько расставим. И подведем результаты. Вот, ребята, из мелочей то, что мы сделали. Это вот такая вот дощечка. Здесь была щель. Теперь она очень круто смотрится. Вообще все дощечки из поддона прикольно подходят. Они, во-первых, тоненькие, легенькие. Пилятся легко. Но достаточно ровные. И прикольно их приделать. Поэтому у нас еще там даже осталось два поддона. Мне кажется, потом в будущем будем из них что-то делать. Так, ну и доделали мы здесь дощечки. На самом деле, сегодня очень много здесь комаров. Мне кажется, даже на камере видно, сколько их здесь. Просто идеальненькие дощечки. Сюда три поместилось. Все. Вот здесь сверху может какую-то потом мини-полочку сделать, что ли. Или там с другой стороны. Ну, короче, просто идеально вот такое вот тут все закрыли. Так что все. Ну, я думаю, ребята, встретимся уже завтра. Для вас придет секунда, а для нас 24 часа. Наступил следующий день. Сейчас 8 утра. Я дожидаюсь шурмена, потому что он должен был подойти в скором времени. Надеюсь, что он не проспал. Иначе одному утепление приделать будет очень сложно. Но пока его нету, я подумал, что можно запенить. В принципе, это можно сделать спокойно одному. Сейчас будем искать щели и запенивать их, чтобы, конечно, у нас сюда не попадало ни влага, ни снег зимой. Ну, и вообще, чтобы сдерживалось тепло внутри. Вот я думаю, этих двух баллонов нам 100% хватит. Они по 550 миллилитров, то есть в общей сложности у нас тут целый литр пены. Поэтому, думаю, 100% нам ее хватит. Ну, все, я погнал утеплять. Смотрите в ускоренном режиме. Смотрите в ускоренном режиме. Мы запенили весь дом. Дву баллонов пену, думал, хватит на огромные щели. Но по итогу что-то быстро и туда, и туда, и туда ушло. Но вроде бы запенили самые большие щели. Где-то в досках запенили. Хотя в досках, я подумал, смысла особого нет. Мы все равно закроем утепление. Ну, так, чтобы все равно наверняка не продувало. Так что все запенили. Сейчас уже будем доставать утепление. Шурмен, кстати, пришел. Он мне сказал, что мне нагло капнуло пена. Я вот не знаю. Ребята, посмотрите, оцените. Потому что... О, ё-моё! Эту пену 100% никак не убрать. Если кто-то смотрел видео, как я пенил однажды без перчаток. Да, на усы. Сейчас я вот, конечно, уже продуманный, проверенный. Я поэтому надел перчатки. Вот. Но наголову-то я ничего не надел. На меня наголову прям кусок пены упал. Поэтому, ну, я не знаю. Придется клок волос вот этот просто отрезать. Потому что его никак не убрать. Так, друзья. Все, переходим уже к утеплению. Начинаем со второго этажа. Утепляем все комнаты вот таким вот материалом. Давайте вам скажу полное название. Тут написано «Мегафол универсальная теплоизоляция с лавсановой пленкой». Вот. Вот это, видимо, лавсаная пленка. Так что делаем сначала верхние стены на втором этаже. Потом переходим вниз. Потому что там сейчас много новых стен. Вот. Где-то нет утепления. И вот кусочки, которые останутся. Потому что здесь целых 15 метров. Шириной полтора метра. Вот. Поэтому еще туда кусочки мы ставим. Но, кстати, по механизму. Давайте вам тоже объясню. Достаточно легко. У нас есть такой вот степлер. Вот. Просто вот так вот нажимаешь, нажимаешь. Все. Он просто очень быстро все приделывает. И скоб у нас где-то 2000. Вот. 2000 скоб вот в таких вот упаковочках. Так что, я думаю, нам хватит. Погнали. Ребята, мы уже приделали половину утепления. Посмотрите. Очень круто выглядит. Можно сказать, как в космосе. Но то же самое, что на первом этаже. Вот. По сравнению. Посмотрите. Либо такая стена некрасивая. Либо такая просто идеально ровная. Может быть, на видео она слишком яркая выглядит. Но на самом деле в жизни очень прикольно. Она такая ровненькая, светлая. Она же как раз таки отражает свет. А у нас тут много окон. Поэтому всегда на втором этаже будет светло. Остается буквально чуть-чуть вон там стеночку доделать. Вот здесь вот. И вот это. Все. В принципе, вот здесь вот уже все готово. Короче. Мы с шурменом, ребята, еще придумали гениальную идею. Окно зимнее. То есть вот так вот приделаем на лето вот эти штучки. Не будем их отпиливать. Приделаем на лето каким-нибудь скотчем, чтобы не мешать. А зимой, когда здесь будет холодно и захотим переночевать. Мы их вот так вот закрываем. Ну, закрываем окно, конечно. И можно их сюда приделать. То есть, так как стекло достаточно сильно пропускает холод. Мы прикрепляем вот эти штуки. И зимой здесь будет, в принципе, чуть-чуть теплее. Вот такая вот фишка. Юзайте в своих домиках. Фух, ребята, посмотрите, какое утепление у нас получилось. Во-первых, еще больше стало эхо. Во-вторых, просто идеальные стены. Посмотрите, ни одной щели нет. Пока это смотрится как в космическом корабле. Но потому что здесь нет вещей. Когда будут вещи, там всякие картины, что-нибудь еще. Телевизор, может, поставим. Тогда будет нормально выглядеть. Вот, посмотрите наши окна. Во-первых, вот это окно. Мы его полностью обрезали. Второе окно. Мы, кстати, его чуть-чуть не дорезали. И вот тоже сейчас надо чуть-чуть дорезать. Ну, и третье окно. Легендарное, мне кажется, с закрывающимися шторками. Зимой проверим уже, как тут будет это выглядеть. Но вообще, понятное дело, сейчас не дует ветер вообще. Ни одной щели так как нету. Максимально все заделали. У нас еще, кстати, осталось утепление. Думаю, уже в следующем видео про дом школьника. Обклеив первый этаж, потому что там тоже щели есть. Так что все, ребята. Сейчас заносим вещи и показываем вам уже конечный результат. Пока шурман будет заносить вещи в домик, возвращать их на свое место, сделать там уют. Я буду прибирать внешнюю территорию, потому что здесь тоже очень много мусора. Везде разбросаны доски, много гвоздей. Вот, нужно это все прибрать. Поэтому, погнали! Так, ну что, друзья, я вам готов уже показать свой дом. Мы его шурманом обустроили. Во-первых, мы убрали территорию, но пока не до конца. Думаю, в следующем видео еще уберем. Потому что, ну, не хватило буквально нам времени и просто места. Так что все, ладно, погнали в дом. Микро такой обзор, потому что про обзор выйдет отдельное видео. Вот, посмотрите, мы вернули все на место. Просто идеально все смотрится. Столько сухпайков. Тут вещи, рюкзачки. Здесь наша кровать легендарная. Теперь мы убрали столб. Тут можно просто все снимать. Вот так вот лежать, отдыхать. Но, я думаю, на первом этаже теперь никто не будет лежать. Потому что у нас есть второй. Вот футболочка акционеры. Пока еще, кстати, не дописал всех. Но вот тоже акции покупайте. Там осталось буквально 13 тысяч акций. Поэтому обязательно покупайте. Пока у нас еще места очень много. Не хватает полок, потому что много вещей. И вот они, смотрите, у нас стоят на полу. Просто не хватает реально места. Надо наделать полочек, парочку. Вот сюда, я думаю, сюда, туда. Вот, посмотрите, вот эту еще комнату. Она тоже достаточно вся пустая. Здесь пока что тоже ничего нет. Но, думаю, в будущих обновлениях будем делать кухню. Будем делать много всего интересного. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы это не пропустить. А мы идем на второй этаж. Погнали. Так, ну что, мы уже на втором этаже. Идеально тут все выглядит. В принципе, принесли книжечку. Пока тут не полочек, ничего нет. Но это мы будем уже делать в следующих сериях. Когда будет 24 часа, думаю, поставим кровать. Вот. Чтобы тут можно было спать. Уже очень уютно из-за стен. Потому что тепленькие такие. Ничего не пропускают. Но остается только мебель. Так что, как-то так. Мне кажется, лайк за второй этаж. Столько его ждали. Реально. В два года почти. И я думаю, он получился очень крутым. Так, друзья. На этом финальная часть второго этажа подходит к концу. Конечно, мы с домом не прощаемся. Сейчас будет серия очень крутых видосов. Как мы будем его обустраивать. Делать 24 часа. Поэтому видео будет очень много. Обязательно подпишитесь на канал. Чтобы их не пропустить. Поставьте свой лайк за второй этаж. Потому что набираем 800 лайков. И выходит 24 часа в доме школьника. Напишите обязательно свой комментарий с идеей для дома. Потому что второй этаж мы наконец-то доделали. И теперь у нас есть время подумать, что можно сделать сюда еще. Поэтому напишите свою идею в комментариях. На фоне идеального второго этажа мы будем заканчивать это видео. Кстати, обязательно на канал Шурмена зайдите. Он там снял бэкстейдж со съемок второго этажа. И гляньте, там много прикольных моментиков. Вот ссылочку оставлю в описании. С вами был я, Тоша Картошкин, Шурмен. Дальше будет еще круче. Всем до новых встреч. Всем пока.